В фойе областной картинной галереи педагоги Тамбовского центра внешкольной работы и те, кто их поддерживает. В областном центре сегодня работает свыше 20 подростковых клубов, в которых занимаются более 3000 детей и подростков. С ними эти люди ежедневно делятся своей формулой успеха. Именно так называется проект, который проходит в этих стенах в год педагога и наставника. Я рад, что выставка в таком формате и в таком месте, уникальном месте для нашего города проводится сегодня. Это придает значимость самому проекту, инициативе. И, конечно, вдвойне приятно, что это происходит в год педагога и наставника. Мы все по жизни, кто-то кого-то учил или учит, кто-то это делает профессионально, кто-то это делает искусно, кто-то в силу призвания. Мы делаем одно общее дело. Мы хотим, чтобы будущее поколение росли здоровыми и духовно, и физически, и нравственно, во всех смыслах. Символичную красную ленту перерезают одна из самых опытных и одна из самых молодых педагогов центра внешкольной работы. И перед посетителями предстает экспозиция более чем из сотни работ. Это живопись, графика, представлено и декоративно-прикладное искусство. Несмотря на всю разноплановость представленных работ, все они объединены одной темой наставник и ученик. Ведь наряду с профессиональными взрослыми творениями здесь представлены и работы совсем еще юных начинающих художников. Обитатели карельских лесов, вышедшие из-под кисти анималиста Владимира Сасова, не оставляют равнодушными ни взрослых, ни детей. Художник же рад поделиться опытом и вдохновить подрастающее поколение на занятия живописью. И хотя воспитанники подросткового клуба, где работает Владимир, пока только растут как творческие личности, педагог уверен, что любовь к прекрасному и вера наставника сделают свое. У них почему-то сейчас век вот этих гаджетов, у них как бы реалистичности животных мало, они все в основном смайлики там, типа из мультфильмов с ним, у них они вот такое рисуют. Они живут в этом мире, и они сразу говорят, ой, это все красиво, но я не смогу. Я говорю, ну так надо попробовать. У меня тоже не сразу все получалось. Познакомиться с формулой успеха, посетив выставку педагогов дополнительного образования и их учеников, можно в течение двух недель. Для школьников организуют бесплатные творческие мастер-классы. А на закрытии 15 декабря труд лучших работников Центра внешкольной работы отметят наградами. Юлия Савушкина, Илья Тырса, Рамазан Уруш Магомедов, Область новостей.